Каким был Даниил Ювачев, он же Даниил Хармс? Правильно ли мы понимаем его произведение и его самого? И что такое Дни и Катыбра? На эти и другие вопросы зрители вместе с молодыми актерами пытались разобраться с первых минут действия спектакля театра «Гастион». Семнадцать парней и девушек начинают свой рассказ с получения ролей и одновременно с небольшого знакомства с героями. Чтец! И я! Жена! Жена! Я жена! Первая жена! Хармс, Марина Малич, Эстер, Оранжереева, повествователи и громкая женщина – это лишь часть персонажей реальных и персонажей образов. Я играю первую жену Даниила Хармса, Эстеру Соколу, французенку по происхождению, но эмигрантку из Франции в Россию. Персонаж интересен тем, что с Даниилом Хармсом были очень сложные отношения. На грани ненависти, на грани любви, постоянно буря эмоций, как на пороховой бочке жили. В спектакле я играю громкую женщину. Это персонаж подполья, работник НКВД. У нас очень характерные персонажи, роль сложна. С одной стороны, у нас сложная миссия арест Хармса. Работники подполья, они же тоже персонажи, тоже люди, тоже переживают. Нужно держаться в местных жителях в узде. А ты видишь, как это все происходит, как ломается не только персонаж, но и душа. И ты сострадаешь, ты начинаешь сопереживать, ты начинаешь переосмысливать. И если в жизни ты можешь солгать, то на сцене себя, на большом смысле. Это первый спектакль студенческого театра «Гастион» Дней Катыбр. Так называется постановка. Такое выражение когда-то придумал сам Даниил Хармс. Его значение пытается разгадать уже не одно поколение. По словам режиссера Ольги Удот, Катыбр, скорее всего, это сочетание нескольких слов. Каторга, выбор, калибр. Это непростая реальность, в которой находятся гениальные творческие люди. Хармс – один из наиболее самых театральных, я бы сказала, писателей. Для кого не секрет, что он родоначальник театра «Абсурда». И он перегнал и Ионеско, и Беккета, и остальных. Другое дело, что у нас в стране это не получило сразу как бы такого распространения. Но можно смело уверить в том, что Хармс, он очень театрален. В его текстах очень много смысла. Он неоднозначен. Там большая глубина. И, конечно же, это интересно играть. Спектакль не только по произведениям Хармса. Он о самом Хармсе. На сцене декорации ярких домов на черном фоне. Такой же контраст материала сплетается в единую постановку, внося в нее новый подтекст. Здесь детские произведения Хармса, как всем известный врун и проза про Иду Марковну, которая наблюдала за падением людей с крыши. Вместе с фактами из биографии, дневниковыми записями самого Хармса и его второй жены. Я читал его поэзию, но сейчас мы соприкоснулись глубже гораздо. Поэтому и проник себя гораздо глубже. И очень-очень его уважаю и люблю. Очень много у Хармса таких моментов, которые были судьбоносны, меняли его судьбу, жизнь. И каждый момент очень ярок. И мы старались все это отразить в спектакле. Я не знал, что это псевдоним. Я не знал, что Хармс, он как бы русский писатель. Я думал, это странный СНГ может быть, но никогда не думал, что он русский. Очень интересно было узнать, что он был у нас в Курске в ссылке. У каждого свой поэт, у каждого свой Пушкин, у каждого своя Цветаева. Наверное, у многих есть Хармс. Он не так популярен, как другие поэты. Мне, как режиссеру, хотелось, чтобы посмотрели на него с другой точки зрения. Некоторые говорят и кощунственно называют его лирику, его поэзию, рифмованным бредом. Кто-то говорит, что он очень амбициозен, кто-то его называет мистиком. Мне немного, фигура неоднозначная. Я к ней отношусь большим трепетом и любовью. Мне бы хотелось, чтобы зритель увидел глубину в этих произведениях и не смотрел на это плоско и однозначно. В оформлении постановки были использованы рисунки и рукописи писателя. Работа над ней Катыбра велась в сжатые сроки, так как было решено подготовить спектакль к фестивалю «Студенческая весна». Вместе с подбором материалов, написанием инсценировки, поиском музыкального оформления, разработкой декораций, первой читкой сценария и первыми пробными репетициями, спектакль поставили за полтора месяца. Ай-яй-яй! Закричал пузыцок, и тут же на щупу на голове третью шишку! Они умеют дурачиться, где-то высмеивая персонажей произведений, которые словно шаржем нарисованы с современников Хармсом. Как отмечает режиссер, ребята пластичные и внешне, и внутренне, поэтому у них получилось представить и целую серию трагедий из жизни Данила Явачева. Когда я узнала о том, кого буду играть, в каких сценах, я сказала Оле, нашему режиссеру, что, наверное, я не смогу, потому что у меня большая ответственность. И в моем возрасте сыграть такую женщину, которая преодолела голод, смерть мужа, и все это пережила. Вчера, потом вчера на репетициях я рыдала, я боялась, что вот именно на этом выступлении у меня уже не получится дойти до такого накала. Но, как я думаю, получилось. Второй роль, наверное, научила меня, что надо ценить то, что имеешь, кого имеешь, и ценить саму жизнь. Счастье, любовь, запрет, голод, арест – это отрывки из разных частей его судьбы. Просуществовать на сцене почти целую жизнь поэта и писателя удалось студенту Артему Агееву. Роль, на самом деле, очень сложная, потому что Даниил Хармс – это такой человек, который сам представляет свой антипод. Он в один момент спокойный, размеренный человек, а в другой момент он ночью будит свою вторую жену и говорит «идем бить крысь». Поэтому очень тяжело было готовиться, настраиваться. Приходилось много читать про самого Хармса, его биографию, биографию его жены. И вообще, я много узнал о нем, передать полностью суть и самого Хармса, потому что человек, на самом деле, великий. Таких сейчас очень мало. Хармс когда-то писал, что цель всякой человеческой жизни – бессмертие. И он ее выполнил, несмотря на Катыбр. Лишь мы одни поэты знаем дней Катыба.